привет ребята сегодня мы рассмотрим новый датчик от winpin clear grass версии 2 air monitor если видите новый датчик посередине а справа первая версия датчика на у меня к сожалению уже не работает сломалась и сломалась потому что уронили на пол его пал экран но показания уже на экран не выводил пробовал заказать новый экран но ничего не получилось вот недавно родного из блогера увидел что уже вышел вторая версия датчика про версия видите стало намного больше по размерам увеличился экран видите насколько не шире и выше и сзади там где располагаются моторчик визелятор датчики видите какая она стала короче мне в первой версии не очень расшена блатка длинная также новой версии сзади появился сменный вернее не сменный а отсек для пыли пм 2 и 5 м 10 в общем вытаскиваете это картридж периодически чистить под датчик или показал более точный результат эта крышка так приятно на магнитах держится но вот так сбоку они выходят эти мой уже старый датчик он разводным было его или собраться при намного лучше читается сдалека из показателей добавили видите шум и добавили частицы пм 10 раньше был только в этой версии пм 2 видите как выглядят показания старого датчика права картинка также индекс 2 стал get в можете щелкнуть на показатель и почитать что такое нет вообще летучие органические ну и тут нормы на каждый показатель можно подшелки почитать также у меня есть такой маленький датчик winpin air monitor light я уже раньше показал сравнить с этим датчиком можете посмотреть по ссылке конце ролика или в описании ну и давайте сравним показания и показывает большой датчик и маленький датчик light co2 я сейчас вышел на балкон скинул их показания d400 и вот они набрали принципе они показывают вообще примерно одинаковое показания сейчас вот не хранится ведь им 10 процентов я по умолчанию конечно считаю что более дорогой датчик а он стоит еще два раза дороже чем маленький более дорогие сенсоры стоит ответить от всего два маленького нельзя вывести все показания здесь надо так перешелкивать температуру видите 21 и 6 20 и 7 а вот такая реальная температура видите где-то 20 с половиной 20 и 7 дальше здесь видите немного завышает 61 процент влажность здесь показывает 59 у нас показывает гигрометр а тут 61 следующая этап м 2 и 5 видите показывает меньшим 18 а это показывает 28 м 10 видите какие показания 27 а здесь 29 практически одинаковое видите прыгает 24 а 2 и 5 тоже видите прыгает практически можно сказать одинаково мы все но опасно зачем все нужны такие датчики но первое это конечно смотрите c02 c02 это самый дорогой датчик и вообще такие мониторы датчики выносные они стоят дорого то есть сам вот этот датчик c02 самый дорогой с ним детекторы качество воздуха стоят но больше 50 баксов вот этот стоит это 60 баксов вот это где-то стоит 10 120 баксов если у вас нету приточной вентиляции бризера поэтому датчику можно смотреть когда открывать окна например если лето можно держать окна всегда открытыми ты не критично и всегда будут у вас там меньше 1000 c02 давайте посмотрим сколько датчик считает какие нормы китайские ответе нормально 400-1000 но это что немного выше норма 1000 тире 2 если у вас вы ночью спите вдвоем спальню на вас под конец под утро будет больше двух тысяч c02 с бризером до 1000 так вот c02 показывает когда уже приближается к 1000 или выше открывать окно проветривать снижать и до 500 400 вряд ли снизить и так можно смотреть не постоянно держать окна открытый холодчик не проникал вот а когда у вас бризер смотрите насколько эффективно вот все у вас например больше людей на второй важный показатель м2 и 5 и м10 это мелкие частицы томат смога когда костры палят когда вы что-то жарите вот смотрите какое тут превышение например по 2 и 5 это самое типа опасные частицы самые мелкие вот здесь значит 0 9 хорошо средний до 35 короче можете держать этот показатель вообще лучше до 9 например если на улице уходите на балкон смотрите какой пм2 если что закрываете окна чтобы вам не проникал эти загрязнения с улицы ну а когда помочь что жарить это же смотрите органические соединения тоже когда жарите они повышаются вот обычные параметры пм2 и 5 пм10 а такие показания без вытяжки когда что-то жаришь нагрели например это показания в соседней комнате от кухни а вот столько тоже бывает если не включать вытяжку ну и третье за что надо смотреть это влажность летом с влажностью проблем нет а вот зимой уже будет тухой воздух и смотрите когда нужно включать увлажнитель у меня вообще зимой увлажнители всегда работают у меня на бризеры если увлажнитель посмотреть ролик есть на канале также есть дополнительные увлажнители и обычные бытовые естественное испарение тоже есть обзоры на канале влажность не должна падать меньше 40 процентов ну еще по этим датчикам можно настроить автоматизацию ваших увлажнителей ваших бризеров вот эти clear grass они в мехом тягиваются ну и все увлажнители бризере xiaomi настраивать автоматизацию показатели превышаются и выносные датчики для тех же бризеров еще обязательно покупать то есть вы покупаете бризер даже если там есть датчик но он показывает недостоверные данные потому что возле себя только меряет показания вот а такие выносные датчики ставите там возле кровати подальше и смотрите какие реальные данные показывают давайте посмотрим меню такое есть с часами ну и тут у нас эти настройки громкости яркость бутильник можно поставить ну и настройки самого устройства здесь видите какие есть меню автоматизацию обновления экран можно настроить можно выбрать три вида заставки часы часы бывают такие перекидные потом от стрелочные такие классические здесь кругляшках показания но достаточно мелко мне не очень нравится я обычно использую экран процесс показания вот на этом все ссылки на мои прошлые обзоры похожих товаров в конце ролика будут в описании также в описании будет где можно купить этот датчик прикольный пока до следующих обзоров до следующих обзоров